О том, что в некоторых дворах областного центра начались работы по обустройству новых мусорных контейнерных площадок, жители узнали через скандал. По крайней мере, те, кто проживает на привокзальной площади. Напомним, на днях жители улицы Киреева были возмущены таким внезапным обновлением. Рабочие залили фундамент под якобы новую мусорную площадку. С первого дня, как они начали палубку ставить, я подошел, сказал, здесь дети играются, вот дети, действительно дети играются, все, не подъехать, не отъехать. Приехал их не старший, старший приехал, я говорю, предоставь документы на строительство, кто подписал или чуть. Никаких документов нет. А что планируют делать вообще? Мусорку, какую-то мусорку. У вас же есть мусорная площадка. Вторую ставят, им мало этой мусорки. Якобы тут сломаем, с той стороны еще одну поставим, а детям играться негде, машинам подъехать некуда. Но после скандала и его освещения в рамках нашей программы представители отдела ЖКХ отправили на место событий своих специалистов для оценки ситуации и разъяснили жителям, что теперь намерены делать, как разрешать ситуацию с соблюдением норм САНПИН. Пообещали, вроде как, вот это новое сооружение уберут, а на старое место как-то модернизируют, что ли обновят. Ну, вроде к этому договорились. Ну, вы, в принципе, как жилец этого двора довольны разрешением такой проблемы? Ну, по крайней мере, единственное, к чему общие пришли все дома и все жители. Ну, изначально война-то из-за вот этого нового, их не это, новой мусорки, так как несоблюдение ГОСТов вот этих вот, только вот из-за этого. Комиссия вчера была, приходили, вроде бы разрешается вопрос, что вот это новое убирает, старое будет снести, новое поставить, под евро сказали. Вот это сегодня, наверное, уберет. Ну, то есть проблема разрешена? Да, вот они сказали, будут делать, сегодня придут, пока еще не подошли. Вот так мы договорились, что вот это уберет, тот снесет, новый поставит, под евро, и вот с этим вопрос будет решиться. Сказали так, все комиссии были, 7-8 человек было, там и коммунальный был, и пожарный был, и ЖКХ был, и с других мест, все вот это люди, которые делают ремонт, они все будут здесь. Они обещали, вот сюда, по размеру, вот эта длина, какой мусорка, там обещали эту сетку там протянуть, что запах, запах это ерунда, запах они терпят, ну, бумаги, там разные беда, туда не летели. Там же во дворе это маленькие дети проходят, играется там, не знаю, они обещали, вот это, мы просим, контролируют вас. Они обещали, это кто они? Ну, вот это ЖКХ, кто здесь все был. Ошибка была со стороны подрядной организации, он должен был разместить площадку в непосредственной близости от существующей. Данная работа должна была проведена, чтобы не останавливать вывоз мусора. А почему ваши специалисты не проконтролировали этот момент? Наши специалисты выезжали, указали место, но подрядная организация почему-то немного отодвинула. В настоящее время все эти недостатки будут устранены за счет средств подрядной организации. В течение какого времени? В ближайшее время, до конца недели, я думаю, будет уже проведено, залито основание и начато работой по монтажу. Итак, в отделе ЖКХ хотят наладить в областном центре раздельный сбор мусора. А именно, специалисты говорят, что в обычном контейнере для смешанного мусора много объемных, но небольших по весу отходов. Если в тур сырье складывать в отдельный бак, можно сэкономить на вывозе до 57%. Для остального мусора понадобится гораздо меньше контейнеров. Работа в данном направлении будет проходить до конца лета. В текущем году у нас договор заключен с ИП «Дуксар» на изготовление 27 площадок. Данные площадки будут крытыми. Там будут специальные отсеки для сбора макулатуры и паэтиленовых бутылок. А сколько они обходятся бюджету? Общая договорная сумма у нас составляет около 22,5 миллионов тенгель. А одна площадка сколько стоит? Там разные площадки. Есть, да, в зависимости от длины. Есть 9-метровый, есть 15-метровый. Поэтому сумма каждой площадки варьируется. Лиза Сакива, Мирлана Маджолов, программа «Факт». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...